Давно у нас не было распаковки с Вайлдберрис, здесь только детские вещи. Давайте сейчас вам по порядку все покажу и расскажу. В общем, заказала вот такое платье Эми на день рождения. В своем телеграм-канале выкладывала пост, голосовалку, если так можно сказать. Вот, многие проголосовали за это платье, оно мне тоже очень понравилось. Вот, но я заказывала несколько, правда, к маме она их смотрела, потому что сюда к нам отказ, во-первых, 150 рублей за каждую вещь, а там бесплатный. Ну и мама все равно посылку собирала, короче, и она выбрала вот это платье. Хотя у нас было еще два варианта, могу их тоже здесь оставить. Вот, такое розовенькое, с такой вот фатином таким прикольным. Миленькое платье, получается, какой размер, здесь, по-моему, 80-86. Я еще на Эми не примеряла, вот, ну, ближе к годику примерим, я думаю, оно и будет хорошо. Заказала для Эми две шапки. Одна потеплее, другая полегче. Вот, а эта еще шла со снулом вместе. Такая очень приятная шапочка. Надо сейчас померить на Эми, я еще не мерила. Первая шапка выглядит вот так, она такая прикольная. Но это прямо сейчас нам носить, потому что потом уже будет жарковато ей в этой шапке. Давай, давай. Красивая, прикольная, причем так прилегает, очень крепенько. Вот такой вот комплектик. Я думаю, в целом уже, кстати, сейчас можно такую шапку, я думаю, носить. Да? Ты такая красивая в этом. Ну, сейчас сниму, сейчас. Еще взяла просто белую футболочку дома ходить нам от Рока Китс. Ну, такая она обычная, самая обычная дешевая хлопковая футболка. Также вовсю у нас уже идет подготовка к дню рождения. Хэппи-безды, такую гирлянду заказала. Также уже шарики заказала. Выбрала, какой торт буду делать. Буду делать торт сама, ясное дело. Вот. Еще заказала вот такие приборы. Решила попробовать уже вот такие. Ой, аккуратно. Именно железные. Знаете, они прикольные, но, блин, такие они огромные. Не знаю, как они ей в ее маленький ротик. Ну, или это уже на потом, на постарше. В общем, вот такие попробую сделать. И еще вот такие колготки заказала нам на весну. Еще планирую кое-какое платье красивое тоже заказать. Думаю, прям будем ходить в этом на улицу. Будет очень красиво. Мы тут с Эмми вышли погулять. Собачке дала наш ужин, который мы не доели. Ну, она как-то без особого интереса, да, Эмми? Без особого интереса собачка не хочет кушать. В итоге у нас собачка все съела. Папа просто позвонил. Мы тут даже до парка уже дошли. Хочу показать Эмми в обновочках. Блин, если честно, я только шапку не стирала. Ну, надеюсь, нормально будет. Придем, постираем. Вот, штаники тоже недавно покупала на ВБ. Сейчас тоже оставлю вам артикул здесь. Ну, вообще, в Телеграме с вами оставляла. Красиво тоже смотрится. Вот, мы поехали. Давно выставила шорт о том, как я одеваю Эмми в погоду в плюс 10. И мне там написали, что я очень тепло одеваю ребенка. И вообще у меня есть такая проблема. Я помню Эмми, когда только родилась. И мы там первые наши прогулки собирались. Я помню, мы так дико ругались с Сережей из-за того, что я ее слишком тепло одевала. А мне казалось то, что он ее одевает так, как будто она замерзнет. Короче, это проблема у нас. Ну, не то, чтобы по сей день. Нет, конечно, мы уже так не ругаемся по этому поводу. Но проблема, что я реально одеваю ребенка очень тепло, есть. И я не знаю, что с этим сделать. Почитав комментарии, где-то, не помню, вчера или позавчера, я заменила... Короче, как у меня там было? Внутренняя кофточка нательная, потом кофта еще одна на застежке и уже куртка. То есть, как бы, три слоя. Вот, и вчера, получается, внутреннюю кофточку я заменила на футболку. И, ну, вроде нормально, Эми не замерзла. Вот, но сегодня у нас, например, уже 8 градусов и солнца нет. Кстати, от солнца тоже вот многое зависит. Солнце прям греет, ну, здесь. Сегодня у нас похолоднее, да, сегодня я надела тоже футболку, но вторую кофту потеплее. То есть, короче, тоже, ну, считай, два слоя и третья куртка. Вот, но там еще написали, например, про то, что надеваю кроссовки с мехом. Ну, блин, я сама сейчас хожу в кроссовках с мехом. Не знаю. И еще такой момент есть. Ребенок, он же сидит в коляске, то есть, она не бегает еще пока у меня, не прыгает. Это я иду, пру на себе коляску, особенно если я здесь иду в гору, да, я могу, мне может быть жарко. Но ребенок, он же просто сидит, то есть, он даже не двигается. И, соответственно, у нее не так разгоняется кровь. Но я тоже как бы себя за это ругаю, за то, что я тепло одеваю ребенка. Мне тоже нужно над собой в этом плане поработать. Девчонки, у меня что не влог, то новый рецепт. Смотрите, сейчас решил сделать вот такой пирог по вот этому рецепту. Если все получится, то смогу вам смело его советовать. Все, в духовку. Девчонки, смотрите, какая красота получилась. В разрезе еще круче будет. Сейчас он немножко остынет, и я покажу вам, какой он в разрезе. Так, ну что, смотрите, какая красота получилась. По мне, очень прикольно. Мы с Сережей уже попробовали кусочек. И нам показалось, что как-то не сладко. Короче, если будете готовить по этому рецепту, то либо побольше сахара добавляете, либо если, ну, любите не сладкий десерт, то это для вас. Короче, каждый кусочек разный. Ну, прикольно, слушайте, такая какая-то зебра. Вот. Ну, на один раз сойдет. Чтобы я там второй раз приготовила, наверное, нет. По вкусу вот именно. Всем привет! Мы тут договорились с Алисой встретиться, и я сегодня так прям принарядилась. Мама у меня купила новые болтиночки. Смотрите, какие красивые. Отправила посылку, и там у меня платье черное, которое я вам давно показывала. Так что едем отдыхать. Алис, ты будешь? Да, да. Сейчас. Да, я готова. Все, мы готовы. Ах ты, прикольно. Всем приветик. Мы тут решили выйти к вам с небольшим челленджем. На самом деле, думала сначала отдельное видео сделать, но, скорее всего, это будет вставка в влог. Короче, мама нам передала много банок. Они все с молочной кухни. И здесь как раз есть овощные банки, которые мы уже, на самом деле, не кушаем. Но только сегодня мне пришла идея, что их можно добавлять в кашу, на самом деле, Эми. Вот. Но давно уже хотела снять такое видео, и раз у нас лежат эти баночки, почему бы и нет? Аааа. Да. Здесь у нас, получается, 5 банок овощных и 2 фруктовые. Добавила просто, чтобы было, ну, поинтереснее. Сейчас мы с закрытыми глазами будем пробовать эти пюрешки. И кто больше угадает, тот и выиграет. Короче, правила такие. Кто больше из нас угадает, тот и победил. Все, погнали. Счетчики будут где-нибудь здесь. Только небольшую ложку, я много не буду этого. Закрывай глаза. У нас все по-честному. Глаза закрыл? Да, только маленькую, чуть-чуть совсем. Открывай. Тяжело, на самом деле, угадать. Ну, давай тыква. Тыква. Да? Да. Ну, давай. Так, сейчас, стой. Не страшно. Фу. Ну да. Цветная капуста. Да. Это самое ужасное. Это мы говорим, маленькие ложки. И надо большие. Нет, когда Эми ее давала, я ее больше всех не реализовала. Так, все надо закрывать. Да, закрывай. Так, тыква была. А повторяться можно? Ну, не знаю. Давай, мы сразу говорим. Седай ее, нет. Это брокколи. Да. Открывай. Ну, это тыква. Нет. Нет. Это брокколи. Брокколи? Я бы никогда не догадалась. Ты как догадался? Ну, ладно. Нет. Не знаю, потому что, ну, явно не цветная капуста и не кабачок. Ну, ладно, закрывай. Открывай. Можешь повторяться или нет? Да. Ну, да. Ну, это брокколи. Нет? Цветная капуста. Да ладно. Нет. Может, пойду привезти обычный? Хочешь пить? Ну, да. Запить. Колу хочешь? Нет, обычный. Что теперь? Что-то как-то сначала вроде легко было, а сейчас прям... Открывай. Это морковь? Да. Ну, это другое дело. Это... Сейчас надо угадать. Одно из двух. Это яблоко. Нет, это груша. Да ладно. Да. Вот это можно. Я бы это съел всю банку. Зая, ну, ты как мог не догадаться? У тебя выбор яблоко и груша. Давай. Стой. Чертал. Можно глаза открыть? Да. Ну, скорее всего, это тыква. Нет. Это кабачок. Точно. Он такой безвкусный особо, но неприятно. Воды надо? Нет. Блин. Так, у нас шут ровный. Два раза его не угадали. Да, да, ровный. Так. Стой, стой, стой. Можно открыть глаза? Я смотрю. Эм, ну, я снова ушко. А где ее? А, вон. Эм, сейчас мы тебе тоже гадим угадывать. Так. Поехали? Угу. Да, еще поэту занятий. Открывай. Открывай. Могу еще отдать, если надо? Очень мало, но я думаю, это морковь. Да. Морковь, кстати, вкусная. Ну, нормальная. Открывай. Ну, теперь это точно либо тыква, либо морковь. Потому что это то, что ты не пробовала. Я даже уже честно, я тебе скажу, я забыла, что пробовала, что не пробовала. Ну, пусть будет морковь. Тыква. Кабачок. Да. Быстро. Ну, да. Ты сказал, что он искусственный. Я сразу пою. Ну, все? Ну, я точно еще два не пробовала. Ты два не пробовала. Я отдельно. Из этого я все пробовала? А ты? Из этого я тоже все пробовал. Я не пробовал только яблочное, а ты не пробовала обуви этих. Да. Ну, вот давай хочешь тебе как раз последний, да. И ты мне что, либо яблоко, либо яблоко? Ну, вот как раз будешь угадывать. Я каким-то образом не угадывал. Ну, хватит там насчукивать. Это, возможно, ошибка. Такое, Саш. Можно еще? Говорит, можно, если хочешь. Давай. Прям побольше ложку. Да. Кайф. Кайф. Ну, тут, может быть, такое. Не, яблоко. Да, яблоко. Понял. Честно, вот с первой ложки, может быть, я бы и сказала, что груши. Дай-ка я грушу попробую теперь. Ну, да, закрытыми глазами не поймешь. Даже открытыми сложно. Ну, по счету ты выиграл, да? Да, получается, что да. Я буду смотреть, а не мы. Не, ну, фрукты очень вкусные, не знаю. И в целом морковь, вроде я сказал, ничего. Остальное все, это, конечно, же есть. Самое ужасное для меня это цветная капуста. Где она? Самая первая. Ну, да, да. Ну, и кабачок, не знаю. Ну, кстати, по вайту, такой не прям противный. Вот это тоже брокколи ужасно. Эми, ты будешь что-нибудь? Ну, надо будет фруктик. Такой тебе. Какую хочешь, Эми? Выбирай. Какую хочешь? Выбирай, зайчик. А из тех нет? Нет, это мы съем. Вот эту морковку хочешь. Морковку. Ладно, все, смотри. Ой, блин, нам ложку дали ей сломать. Ну, ладно. Поздравляю. Все? Всем привет. Мы сейчас едем к доктору. А если быть точными, то к неврологу. Проверять Эми будем, потому что... Так, сейчас у меня будет жесткая дышка. Мы идем в гору, прям в сильную гору. Короче, нам показалось с Сережей. Несколько дней мы стали замечать за Эми, что у нее как будто бы появился как нервный тик, что ли. Если так можно сказать. Я вам повставляю сюда кадры. Я не знаю, что скажет доктор. Вот, мы сначала идем, получается, к нашему доктору, к педиатру. А потом она нас направляет к неврологу. Мы так с мамой в интернете посмотрели информацию, что это может быть из-за нехватки кальция, из-за нехватки, там, может, витамина Д, а потому что сейчас идет резкий скачок роста у ребенка. Может, из-за этого. А может быть, это что-то другое. Короче, сейчас будем узнавать. Мы сходили ко врачу, мы сходили к неврологу, к офтальмологу, к терапевту, ну, к детскому педиатру. И, короче, невролог нам назначила сделать МРТ. Это сначала для меня это было вообще что-то за гранью, но вот сегодня мы едем его делать, буквально вот где-то через полтора часа нам выходить. И сейчас я уже как бы, ну, не то что немножко поспокойнее, чем вот эти два дня вот до. Но все равно, конечно, волнение присутствует. Почему? Потому что МРТ такому маленькому ребенку делается под седацией, под наркозом. Я не знаю, честно говоря, насколько сильный там наркоз, насколько не сильный он. Может быть, просто как бы в сон ее такой погрузит. Не знаю, знаете, как в стоматологиях. Короче, я не знаю, как это будет. Ну, вот записываю видео специально для того, чтобы вам рассказать. Хотят исключить, наверное, самые страшные моменты. Но мы на душе почему-то спокойно. То есть я не думаю, что это что-то страшное с ребенком. Но, как говорит врач, лучше перебдеть, чем недобдеть. Потому что, ну, как бы, дело такое. Кстати, про стоимость. Стоимость МРТ стоит 110 тысяч драм. В рублях я напишу, сколько это. Соответственно, покупка коляски у нас откладывается. Хотя мы планировали ее покупать вот-вот уже в начале марта. Вот. Но, скорее всего, мы отложим эту покупку уже на апрель. Ну, как бы, ничего страшного. Самое главное – это здоровье. Я сейчас уже, честно, спокойнее с этого всего. Потому что вначале было тяжело. Не понимала, стоит, не стоит. Долго думали, что вообще нам делать. Так что, да, встретимся уже после того, как мы все сделаем. Как мы получим результаты. В общем, я вам все обязательно расскажу. Ну что, всем привет. У нас следующий день. Мы вышли сейчас прогуляться. И я вам сейчас хочу рассказать о том, как прошло наше МРТ. Вчера мы все сделали. Вот этот человечек – герой просто. Да, Ими? Ты герой? Ты у Миничка. Сейчас расскажу по порядку. Короче, в Ереване есть всего три клиники, где можно сделать МРТ. Нам нужно было именно три Тесла и МРТ головного мозга. Мы выбрали Шенгавит. Там, где я рожала. Ну, на самом деле, все просто. Я позвонила в одну клинику. Там они, честно говоря, по телефону было плохо слышно. Но я поняла, что они нам отказывают. Во второй клинике мы записались, но на понедельник. А в Шенгавит, когда позвонили, мы записались чуть на пораньше. Ну, и, собственно говоря, решили пройти пораньше. Что по стоимости? По стоимости все нам обошлось в 110 тысяч драм. Я, по-моему, это уже говорила вчера. Такому маленькому ребенку, конечно же, нужна анестезия. И там был потрясающий анестезиолог, врач такой, достаточно молодой. Мне показалось, не знаю, лет 30 ему, наверное. Ну, осмотрел Эмми для начала. Расспросил у меня вообще, что случилось. Спросил некоторые какие-то контрольные вопросы. Там, типа, аллергия, не аллергия. Там, какие роды были и так далее. И начал, короче, смотреть в нее вены. Такой смотрит на ее руки и понимает, что в руку он точно не будет делать катетер. Сделали катетер в ножку. Я вам буду поставлять фотографии. Я там ничего не снимала. Поймите меня. Мне было очень страшно. Я переживала. Ну, фотографии я какие-то делала. Вот. Он ей сделал катетер в ножку. С первого раза попал. Все было окей. Потом мы еще какое-то время ждали внизу. И все. Мы с Эмми пошли в кабинет. И там мы начали вводить анестезию для нее. Она у меня сначала лежала на руках. Она начала так немножечко подзасыпать. И потом он сказал перекладывать ее на каталку. И все. Ее увезли. И мы с Сережей ждали 20 минут где-то примерно. Вот. Честно скажу, ну, не было прям таких супер переживаний. Я сразу как-то, не знаю, доверилась доктору. Я... Ну, как-то... А, еще объясню, почему я не переживала. Потому что мы там были не одни. В плане именно с ребенком. Перед нами была девочка полтора года. И за нами была девочка где-то, по-моему, месяцев пять ей было. Я такая думаю, ничего себе. То есть тут... Я-то думала, что мы вообще одни с ребенком. На самом деле это, ну, обычная практика. Вот. И все, значит, ее отвезли. Мы с Сережей сидели, ждали. И потом мне сказали уже к ней подойти. Она отходила уже от наркоза. После того, как ей сделали МРТ. Какое было отхождение от наркоза? Ну, да как и у взрослых людей, на самом деле. Она просто начала просыпаться. Да, она была не кокущая. Такая, знаете, немного пьяненькая. Вот. Но нормально отошла, быстро отошла. То есть где-то вот такой момент был, наверное, 10 минут. Все это время нас контролировал анестезиолог. Потом он сказал дать ей покушать. А, да, кстати, перед процедурой нельзя было кушать пять часов ими. Мы ее с утра покормили, отсчитали там время. И все, нельзя было ни воды, ни еды. Ну, на самом деле, нормально. Мы больше этого тоже боялись. Как она будет без воды пять часов? Нормально. Она не капризничала. Мы ее пытались там, играли с ней. Мне кажется, она даже не заметила, как прилетело это время. Но она была жутко голодная. Когда проснулась, выдула смесь сразу же. Потом, через какое-то время, через час, может больше, мы дали ей уже такой еды овощной. Она покушала хорошо. Ну и все. И вела себя в целом, как обычно. Что по результатам МРТ? Мы результатов еще пока не знаем. Нам выдали только диск. Но заключение будет через три дня. Поэтому я, собственно говоря, и затянула влог. И не упускаю его сейчас. Потому что я хочу дождаться результатов. Я хочу сходить к доктору. И только после этого уже выпустить влог. Нам пришли, наконец-то, результаты МРТ. Ждали мы где-то дня три, наверное. Наверное, все у Эли хорошо. Слава богу. Я, на самом деле, в принципе, где-то в глубине души знала, что, как бы, скорее всего, ничего серьезного не будет. Но просто когда нас врач серьезно отправил на это МРТ, я подумала, блин, значит, она заподозрила что-то серьезное. Было немного страшно. Поэтому я не выставляла влоги, ничего не писала в Телеграме. Потому что мне хотелось, чтобы мы узнали результат. И только после этого я бы, ну, в любом случае сказала. Вот. Так что, да, можете нас поздравить. В плане МРТ у нас все хорошо. Но нам сейчас нужно идти... Нам нужно сейчас еще раз все равно идти к доктору и уже решать вопрос, что с этим делать. Либо это действительно глаза наши к согласию, либо это что-то на нервной почве нужно будет с этим делать. Я просто не знаю, я просто сейчас предполагаю. Ну, вот просто нам невролог никаких предположений не давала. Она сказала, идите делайте сначала МРТ, а потом уже как бы поговорим. Вот. Поэтому как дальше будут обстоять дела, я об этом расскажу. Мы записаны буквально через неделю к доктору. Вот. Тоже буду рассказывать об этом. Все. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока.